Сегодня 16 день винного календаря, я немного отстаю от календаря обычного, но главное успеть попробовать все вина до нового года. Надеюсь, что я успею, тем более, что как выяснилось, в этой коробке некоторые вина повторяют уже те, что были в предыдущей. Я не буду снова о них рассказывать и просто перейду к следующему. А сегодня у нас, пожалуй, самое известное вино Тосканы, Кьянти. И это не может не радовать, потому что я еще не помню ни одного Кьянти, которое бы меня разочаровало. Может быть, это потому, что я в основном пила Кьянти в Италии, а там даже самое обычное столовое вино почему-то заходит на ура. Вина Кьянти, как, например, и Шабли, делятся на категории в зависимости от географии, качества и выдержки. Это просто Кьянти, Кьянти Супериоры, Кьянти Классика и Кьянти Классика Резерва. У нас сегодня просто Кьянти, то есть самая низшая ступень эволюции. Это вино стоит примерно 20 долларов за бутылку. Оно произведено на винодельне Тянута Мариньелла. Я нашла аккаунт этой винодельни в инстаграме, даже на него подписалась. Его ведет одна из владельцев, зовут ее Таня. Так что у нас сегодня вино от моей тезки. Но если оно мне не понравится, придется отписаться. По правилам в вине Кьянти должно содержаться не менее 70% сорта винограда Сан-Джавезе. Здесь к нему добавлены еще сорта Канайола, Селеджиола и Калорина. Оно винифицировалось в бетонной емкости и полгода выдерживалось в дубовой бочке. В результате получалось и нот такого рубинового насыщенного цвета. Здесь ожидаются ноты припыленной вишни, ежевики и древесные ноты. Здесь написано, что это вино биологика, что значит органик. То есть для здоровья это вино полезнее, чем обычное. Поэтому предлагаю немедленно оздоровиться. Спирта многовато вначале. Вот этому вино нужно дышать определенную, чтобы спирт вышел. Ну не весь, конечно. Так, ну вот пошла бочка и что-то такое насыщенно-ягодное. Стало тепло и хорошо. Здесь хорошие танины. Оно, что называется, округлое. То есть во рту такое очень приятное ощущение. Оно слегка вяжет, но не сильно. Ну вот мне почему-то здесь черника почудилась. Такой черничный пирог. Здесь нет какого-то особенного богатства, вкуса. Ну и бедности тоже нет. Хорошее вино на каждый день. Это вино рекомендуется сочетать с пастой или пиццей с томатным соусом, прошутто и сыром осьяго. Я бы поставила этому вину 8 из 10. Несмотря на то, что оно такое оказалось бы несложное, но при этом оно очень приятное и сбалансированное. Можно считать, что моя тезка оправдала оказанное ей высокое доверие. Пожалуй, не буду отписываться. Чуть не забыла. У меня тут в запасах случайно оказался Кьянти Классика Резерва. Тот самый высокого класса с петухом на этикетке, который как раз обозначает принадлежность этого Кьянти к рангу Классика. И сейчас я проведу сравнительную дегустацию. Ну, по цвету они практически одинаковые. Вот здесь немножко более кирпичный оттенок, я бы сказала. Вот здесь немножко более манжетный. Здесь гораздо больше дубовой бочки, потому что Кьянти Классика Резерва выдерживается не меньше двух лет в дубовой бочке. Интересно, что вина более выдержанные, приобретают аромат практически бренди или вот каких-то более крепких напитков. В нем такой более насыщенный букет, как будто сладкий какой-то дорогой парфюм. Вот как на улице услышал такую нотку парфюма и идешь за ним. Вот примерно что-то такое. По аромату, конечно, это вино выигрывает. Попробуем теперь на вкус. Да, оно, конечно, намного богаче, чем первое вино. И оно как будто суше, то есть чуть-чуть кислее, в хорошем смысле кислее. Вот действительно там какая-то такая пирамида многослойная, что-то там землистое, немножко кожаное, чуть-чуть табака я чувствую. Ну, я не знаю, насколько это приятные ноты для простого вина, для употребления под еду, но это очень интересно. Здесь мне перцу насыпали. Сейчас что-то такое знакомое промелькнуло. По-моему, вот черноплодная рябина, про которую я как-то уже говорила. Что я могу сказать? Это вино, оно сложнее, в нем очень много слоев, но просто сидеть и пить и наслаждаться вином можно как этим, так и этим. И скорее, этим даже проще, потому что оно действительно такое без заморочек. А к этому еще надо так приноровиться. Ну, пожалуй, из уважения к рангу классика резерва я вспомню итальянскую киноклассику и поставлю этому вину 8,5. Cheers! Субтитры сделал DimaTorzok